Всем привет, с вами Клаус, и полчаса назад у Пухляша вышел видос под названием Я так больше не могу до мира про сети Звучит довольно-таки интригующе, с учетом того, что буквально недавно он плакался из-за того, что ему пишут плохие комменты и стучался в двери И также недавно он удалил читы И давайте сейчас я вместе с вами посмотрю этот видос и дам какие-то свои комментарии по этому видосу Но перед тем, как мы начнем его смотреть, я хотел бы вас попросить подписаться на мой канал Помогите мне, пожалуйста, набрать 550 тысяч подписчиков и заранее поставьте лайк этому видеоролику Ладно, ну что ж, погнали Всем Пух-Пух, с вами я Пухляш И сегодня я хочу рассказать вам про то, что произошло после тех роликов про Домера И что сейчас происходит в моей жизни Я видел видос, где ему двери встречались Все начинается с того, что мне мой друг предложил поиграть на Real World Я вообще знал, что это проект Домера И вообще я знал, кто такой Домер Но я его не смотрел, мне он был неинтересен Но после того, как мы начали уже втягиваться в этот проект Мы начали развиваться, там все нравилось Мы начали смотреть Все нравилось Все нравилось И он такое снимал Телеролики, где Домер наказывает читеров на стриме И у нас мелькнула мысль, чтобы мы попали в видеоролик Мы договорились с другом стримить с читами через один день Один день я, второй день он На мой день мне выпали карты на то, что Домер Реально люди стримят с читами, чтобы попали в видеороликов Домер меня заметил И после того, как вся вот эта ситуация произошла Я вижу на канале его ролик Мой друг говорит Снимай видеоролики, ты захайпишься Я тоже это понимал И сразу выпустил ролик 18 секунд И после этого я сразу решил Стать как Моргенштерн Я начал... Моргенштерн Выпускать ролик Выпускал, выпускал, выпускал Считаем, хейтил Домера Все время хейтил, осуждал Я действую как Моргенштерн Подождите, ребят То есть, если я правильно понимаю Все это началось Из-за того, что просто пухляж захотел попасть в видос к Домеру Моргенштерн Я тоже ловил весь этот хейт и хайп в одном И до одного момента Жизнь начала казаться просто по-другому Заиграла новыми красками Я понял то, что это мое призвание И... Какое призвание Домера засирать постоянно серверу? Или какое призвание, я не понимаю, с читами играть? Мой друг сразу предложил заснять разоблачение Домера Сейчас этот ролик более-менее набрал 250 тысяч просмотров И мой друг сразу предложил мне заснять ролик, на котором я захайплюсь максимально Этот ролик просто взорвал все рейтинги Он максимально хорошо и шел Вообще отлично И тогда на меня столько... На меня подписывалось примерно по 3000 человек в день И я добился своего Я заставил Домера снять реакцию на этот ролик Да, это была моя основная цель Если он заснимет реакцию на этот ролик Мне придет такой трафик Это... Это что-то с чем-то То есть, все это было сделано чисто для того, чтобы срубить хайпом Все эти стримы с читами Все это игра с читами Все эти засирания Домера Он это все делал для того, чтобы хайпануть Да, не до Моргенштерна И после этого каждому ролик набирал минимум 120 тысяч просмотров Любой, абсолютно любой, который я бы не снимал Он начал набирать И... Начал набирать, да Но зайдя в комменты Зайдя в комменты Что там люди пишут? Какой ты классный? Началась Вторая фаза Вторая фаза это хейт Как они ответственно подошли Он у меня вообще был всегда... Вот именно что хейт Ты не мог заранее подумать о том, что тебя начнут хейтить Как бы это элементарно всем должно быть понятно Да, ну примерно 75, может 80% аудитории Но после моего разоплачения была жесть Каждый, каждый комментарий был про то, что я плохой Ну то есть вы можете на них звонить Ну да блин, а чего ты ожидал, если ты весь ролик гнал на Домера Просто в наглую врал Вот, 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 вот И вот комментарии, которые писали мне под каждым видеоролик Конечно, к хейту я был готов Я максимально был готов, но Это в любом случае меня задевало Я тоже человек Понятное дело И тем более В силу моего возраста Я не думал то, что все будет так плохо Ну ладно, еще просто хейт Сколько ему лет, интересно, кто-то знает Но потом это все перешло Лет, не знаю, 14, наверное Первым звоночком было то, что Мне начали звонить на телефон с угрозами Нет Чего ты звонишь сюда? Чего тебе надо? А у тебя какие-то проблемы или что? Не звони сюда Иди в жопу Я был в ступоре Я вообще не понимал, что мне делать Потому что это переходило все границы Что я решил? Я решил купить сухар И просто померять свой номер телефона Потом начали звонить на телефон моих родителей И они даже позвонили на телефон моей тети Которая живет вообще в другой стране Я испугался сначала Блин, ну, конечно, когда вот так вот личные границы переходят Это крайне некрасиво Начало очень сильно Мне было страшно И после всех вот этих звонков Мне Родителям Тете И тогда моя мама говорит Сынок, я понимаю то, что Это твое хобби Но Мы можем Мы больше так не можем Звонили Если что Ну так, блин, хобби, хобби Хайповать за счет того, что ты засираешь домер Какое-то хобби Что дополняю Звонили даже на телефоны работы моих родителей Это переходило всю границу И после такого Я все-таки смог уговорить свою маму еще чуть-чуть позаниматься ютубом И мое первое решение, которое я принял Это было удалить читы Я рассчитывал на то, что на этом все закончится И я просто буду снимать обычные видеоролики Добрые и так далее Без читов Но на этом ничего не закончилось И спустя пару дней После выхода Много видеоролика Где я удалил читы Хейтеры узнали мой адрес И начали стучаться ко мне в дверь Да, это кто-то тоже видел Я же второй раз Ты хоть в дверь стучался Мне страшно Вот я Меня плохо видела Вот я Короче Здесь и кто-то стучится Мне страшно Пожалуйста, хватит Не трогайте меня, пожалуйста После такого моя мама говорит мне все Заканчивайся с ютубом И возможно это мой последний ролик на канале Пухляш Вот так просто в наглую Уже срываться Зачем? Я попрошу вас прощения Я хочу очистить свое имя И рассказать всю правду Помните вот этот ролик Где Я пиарил телеграм-канал с составками Переходите по ссылке в описании В один телеграм-канал И вот И тот баланс Который у меня вообще Был на Киеве Эти деньги Я получил за одну Рекламную интеграцию Телеграм Был Мой Это был подставной телеграм Который я сделал Чтобы показаться Крутым И быть Как Моргенштерн Ну и понятная Сделал телеграм По ставкам Свой Прорекламировал его Сказал, что ему за это Заплатили 74 тысячи рублей Чтобы казаться Крутым Как Моргенштерн Делал скриншот С балансом С 70 Чем-то тысяч рублей Это был обычный фотошоп И во всех моих Видеороликах Где я там Разоблачал Домера Где Говорил Какой он там Плохой Это все Было придумано И Я специально Так говорил Чтобы Ну Мне пришло больше Хайпа Трафика Да блин Ну зачем Так-то хайповать Ну я конечно Понимаю Черный пиар Тоже пиар Да Вот у тебя там Набралось Сколько у тебя там Сейчас 40 тысяч подписчиков Да там Просмотры Все такое Ну блин Тебя люди Хейтят Тебе такое В комментах Пишут Ну вот Ты сам Не вывез Такое Зачем Было так Начинать Почему нельзя Нельзя было Попробовать Попробовать По нормальному Там Снимать Обычные Грифер Шоу Да Еще Какие Рубрики В майнкрафте Элементарно Попробовать Написать Домеру Вконтакте Там Может Получилось Как-нибудь Подружиться Зачем Так Именно Делать Просто В наглую Врать Домер Меня За Это Простит Надеюсь Что Не сильно Обижается За Это Честно Когда я Сейчас Записываю Вот Это Видео Я Ловлю Максимальный Фейспалм Перед Собой Я думаю Насколько Же Это Было Глупо Ну ладно Хоть Он Сознает Понимаете Что Я даже Никого На деньги Не обманывал Ого Он все Плачет Чит Я удалил Или Раб Отставной Это Оказаться Перед Моя Простите Моя Ну не надо Ко мне Можете Хейтить Моя Ладно Просто Не надо Ко мне Реально Плачет Мне больше Лезть Не Зик В реальной Жизни Правда Больше Не хочу Домер Прости Все Простите Моя Только Пожалуйста Не трогайте Меня Вообще В моей Жизни В интернете Не трогайте Моих Родителей Не трогайте Мои В общем Моё Огрожение Живите Своей Жизни В комментариях Хейтить Вы Продайте Хейтить Мне Похрен Просто Не трогайте Родан Реально Плачет Тебе Настолько Жестко Сколько Ему Раз Вообще В дверь Сучали Звонили Я Ещё Раз Я Я Просто Хотел Быть Крутой Проглядить Крутой Присуем Другом Присуем Для Классники Я Так Больше Не могу Я Больше Вообще ничего не хочу Блин, я даже не знаю, что сказать Но там прям видно, что у него были слезы Блин, какие комментарии бы дать по этому видосу? Ну, во-первых, я бы хотел вас попросить Если меня сейчас смотрят те, кто звонил его там родителям Тетя, ему лично там в дверь сущался Ребят, не делайте, пожалуйста, так Потому что в любом случае у каждого Абсолютно у каждого человека, несмотря на то, он плохой Хороший, вообще у любого человека Должны быть свои личные границы Которые чужие, ну просто посторонние люди Не должны переходить Я понимаю, там вы можете, да, вот в интернете реально Написать кому-то какой-то комментарий, типа, ладно Но так вот просто, чтобы в жизнь врываться, там, названивать родителям Стучаться к нему в дверь, там, как-то угрожать Это реально жестко, такого даже он не заслуживает Вы прям переходите грани Это не надо так делать, прошу вас Вот, что касательно самого видеоролика Я понял, что изначально у него была только одна цель Это хайпануть и показаться крутым В глазах своих одноклассников Вот, ему было пофиг, какими путями идти к этой цели Что он раз Решил вот так вот, такой ролик выпустить про Домера Быть как Моргенштерн Но по итогу не справился со всем этим хейтом Со всем натиском негатива Но, тем не менее, также в ролике он сказал, что он раскаивается Что он больше не будет играть с щитами Что ему стыдно Блин, ребят, я не знаю, очень, очень спорно Конечно, и Домеру, и всем было обидно Когда он снимал подобные ролики раньше Где он просто в наглую брал про Домера Но, тем не менее, людям свойственно меняться Потому что, как говорится, не меняются только идиоты Вот, и в ролике он много раз дал понять Что он готов меняться действительно Что он осознал свою ошибку Ну, как мне кажется Напишите в комментариях, как вы считаете Стоит ли его прощать, либо же нет Потому что, конечно, в какой-то степени Я его понимаю Я бы тоже с таким количеством хейта Бы просто не справился Особенно, когда начинаю там звонить моим родителям Там моим тетям, дядям Всем вообще, кому только можно И стучаться ко мне в двери Это реально страшно Не могу, ребят, пока никаких сделать выводов Потому что ситуация сложная Но Пухляша реально жалко Он этого явно не заслуживает Чтобы вот прям так вот ему и угрожали И все, вот так вырывались в жизнь Это реально перебор Не делайте так, сто процентов Не надо так делать, кто так делает Ладно, на этом я думаю, что уже буду заканчивать Пишите в комментариях, что вы вообще думаете В поводу этого видеоролика С вами был Костяк Клаус Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока